Друзья, всем добрый день! С вами Евгения, канал Саддача. Подкормки это залог роста и развития крепких растений. Если вы хотите, чтобы цветы цвели, были здоровыми, хорошо росли, имели сочную листву, а овощные культуры давали урожай, их нужно подкармливать. Любая подкормка позволяет не только дать старт росту и развитию растений, но обогащает почву минералами и витаминами. А народные средства, проверенные годами, используются садоводами из года в год. Эти подкормки делаются из того, что есть под рукой в доме, поэтому малозатратны. Вот и сегодня я покажу вам народное средство, которое предотвратит черную ножку на рассаде, поднимет иммунитет и даст старт вашим зеленым питомцам. Эта подкормка богата элементами такими, как магний, марганец, витамин С и витамин В6, а также она отпугивает вредителей. Подкормкой можно поливать под корень или опрыскивать по листу. Вот так у меня сейчас выглядит чеснок. Увы, мой озимый чеснок начал сохнуть и портиться. Но я, конечно же, его не выкидываю. Из него я и буду делать подкормку. Складываю в мисочку весь мой плохой чеснок. Если у вас чеснок хороший, можно использовать его, конечно. Заливаю горячей водой, не очищая, и накрываю крышкой. Даю остыть примерно часа два. Затем процеживаю. Этот жмых опять же не выбрасываю. Его можно залить еще раз горячей водой, но настоять немножко больше. Например, в сутки. Вот эту жидкость я развожу один к пяти. Беру одну часть настоя и добавляю пять частей воды. Подкормка готова. Набираю в шприц, у меня на пять миллилитров, и поливаю любую свою рассаду. Вот у меня здесь рассада виолы. Одного шприца пять миллилитров мне хватает на три маленьких стаканчика по сто миллилитров. Также подкармливаю этим настоем и свои подросшие укорененные череночки. Они тоже будут рады, ведь чеснок немного пахнет и вредителей не будет. А также мои комнатные растения получают такую же подкормку, раз она у меня есть. Также будут благодарны. Вы посмотрите, как станут ярче краски на этой листве. А вы используете такую подкормку? Если нет, то обязательно попробуйте. Ведь чеснок есть в каждом доме. Мы его покупаем, если не выращиваем свой. А на сегодня у меня все. Если видео было полезно, поставьте пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Всем успехов и такой же сочной листвы вашим растюхам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!